О важных событиях в Украине и мире расскажет команда нашего времени. Сегодня узнаете о таком. Боеприпасы и не только. Европа усиливает военную поддержку Украины. Мы оказываем Украине военную и другую поддержку и будем ее продолжать. Пытки, изнасилования и убийства. Международные расследователи нашли новые доказательства жутких преступлений российских военных в Украине. Работа с нуля. Государственные гранты помогают украинским беженцам восстановить свой бизнес после российской оккупации. За счет грантовых средств нам удалось создать зону рецепции. Пробьет любую броню. Противотанковый ракетный комплекс «Стугна» эффективно уничтожает российскую технику. Добрый вечер. Далее обо всем подробнее. Эстония присоединится к контракту Германии и также будет поставлять Украине боеприпасы. Об этом стало известно после встречи министров обороны стран НАТО Бориса Писториуса и Ханна Певкура. Обсудив войну, развязанную Россией, страны пришли к выводу, что именно боеприпасы остаются в центре внимания для обеспечения устойчивости Украины. Кроме этого, Эстония призывает страны Альянса увеличить расходы на оборону. Как заявила премьер-министр Кая Каллас, это нужно сделать потому, что в Европе снова идет война. Посмотрите на 1988 год, когда все союзники по НАТО потратили более 2% своего ВВП на оборону. Почему? Потому что они считали угрозу серьезной. Но сейчас угроза даже больше, чем во время Холодной войны. Потому что война вернулась в Европу. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. Литва передала военно-морским силам Украины комплект радиолокационного оборудования. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны Балтийской страны, эта техника предназначена для обеспечения морского наблюдения и улучшения мониторинга морской среды. Оборудование было отправлено с учетом нынешних потребностей и запросов ВМС Украины. Эта поддержка усилит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины, разоренной Российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности граждан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиной и поблагодарил ее за значительную политическую и военную поддержку, оказанную Украине. Также они обсудили дальнейшие действия по решениям, принятым на недавнем саммите Альянса в Вильнюсе. Столтенберг приветствовал прогресс украинского контрнаступления, в очередной раз заявил, что война России против Украины остается самой большой угрозой безопасности в регионе за десятилетия. Украинское контрнаступление демонстрирует устойчивый прогресс. На некоторых участках украинские силы прорвали первую линию российской обороны. Но мы не видим никаких признаков того, что цели Путина изменились. Поэтому лучший способ сохранить мир – это усилить нашу поддержку Украины. Мы не можем мириться с этой открытой агрессией против демократии, свободы и благополучия. Латвия солидарна с Украиной. Наши инструкторы тренируют украинских военных. Наши больницы лечат раненых украинских солдат. Наши люди гостеприимно приняли украинских беженцев. Мы оказываем Украине военную и другую поддержку. И будем ее продолжать. Наша общая задача – поддерживать Украину, пока она не победит. Во время поездки в Брюссель латвийский премьер также встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили общие приоритеты, включая постоянную поддержку Украины, а также разработку концепции дальнейшего расширения Европейского Союза. Это не только вызов истории, но и геополитическая необходимость. Нам необходимо определить видение успешного расширения. И именно поэтому комиссия начала над этим работать. По сути, это вопрос о том, как будут работать наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности. Латвия является ярким примером успешной интеграции. Интеграции, которую вы продолжаете даже спустя почти 20 лет после того, как присоединились к европейской семье. Официальные переговоры с Украиной относительно членства в ЕС могут начаться уже в декабре. Об этом сообщила представитель Европарламента Роберто Метцоло. Но перед этим в октябре Киев предоставит публичный отчет о прогрессе в реформировании судебной системы, борьбы с коррупцией и открытии рынков. Роберто Метцоло также отметила, что Евросоюз должен начать масштабные перемены, чтобы подготовиться к принятию Украины и других стран в свои ряды. Если украинцы двигаются быстро, то и мы должны соответствовать этой скорости. Я ожидаю конкретного результата, потому что худшим сигналом может быть то, что мы поставили перед этими людьми задачи и сроки, которые сами не можем выполнить. Конечно, экономическая модель, которую мы имеем сегодня, не выжила бы с 32 или 33 странами-членами. Но именно сейчас нам нужно провести разговор о переменах. Мы уже начали его в парламенте. Роберто Метцоло, председатель Европарламента. В интервью изданию The Guardian. Министры обороны стран-членов Североатлантического договора соберутся 11-12 октября в брюссельской штаб-квартире. На встречу, которая пройдет в рамках заседания Совета Украина-НАТО, приглашенный украинский министр обороны Рустем Умеров. Как отметила глава миссии Украины в Альянсе Наталья Галебаренко, это станет хорошей возможностью познакомиться в широком формате и обменяться мнениями. Силы обороны Украины продолжают вытеснять российских оккупантов с украинской земли на Донецком направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Самые ожесточенные бои по-прежнему идут на Бахмутском направлении. Больше о ситуации на фронте смотрите далее в сюжете. За сутки, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в зоне боевых действий произошло 14 боестолкновений. При этом по всей линии фронта российская армия продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары. Украинские силы обороны отразили атаки противника на Марьинском и Шахтерском направлении, а на Бахмутском отбили штурм в районе Григорьевки. Здесь россияне продолжают наращивать плотность минно-взрывных заграждений, стараясь замедлить наступательные действия украинских сил. Также силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Кстати, сейчас россияне в аварийном режиме пытаются рыть четвертую, четвертую с половиной линию обороны, пятую линию, гульдозерами, тракторами, что-то минируют они. Но это все еще раз делается с колес. С каждым километром, когда наши военнослужащие продвигаются вперед, на каждый километр становится ближе к оккупированному Крыму. В восточной группировке войск Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о возвращении на фронт некоторых бывших бойцов террористической ЧВК «Вагнер». Речь идет об остатках формирования численностью около 500 человек. Впрочем, как говорят сами украинские военные, геймчейнджером в зоне боевых действий бывшие вагнеровцы вряд ли станут. А в офисе президента Украины отметили, скорее это событие призвано лишь медийно перекричать громкие поражения Российской Федерации на фронте. Цель для этого только одна – попытаться на короткое время перекричать новость об освобождении Клещиевки и Андреевки украинской армией, а также об уничтожении основных боеспособных российских формирований в этом районе. Михаил Подоляк – советник руководителя офиса президента Украины в социальной сети «ИКС». Тем временем украинские военные продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. Только на Таврическом направлении за сутки российская оккупационная армия недосчиталась 145 человек и 46 единиц военной техники. Кроме того, силы обороны Украины уничтожили 8 складов российских боеприпасов. Всего с момента полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла в Украине почти 277 тысяч своих военных. Только за последние сутки ликвидированы 320 российских солдат, 3 танка, 4 бронемашины, 38 артиллерийских систем и десятки единиц другой российской техники. Российские войска из танков, а также с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. Как сообщили в местной областной прокуратуре, огневые удары нанесены по Константиновке, Торецкую и Калиновке. В результате атаки российских оккупантов погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских, находившихся при обстреле на улице, получили телесные повреждения разной степени. Всех их доставили в больницу. Также российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Утром били по городу из тяжелой артиллерии, а уже днем дронами камикадзе. В результате первой атаки пострадали два человека. Оба доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской областной военно-администрации Сергей Лысок. Также, по его словам, в Никополе и населенных пунктах рядом с городом повреждены здания частного предприятия, а также жилых дома, газопроводы и линия электропередач. В Международном суде ООН в Гаге завершился первый этап заседания по иску Украины против России о геноциде. А украинская прокуратура там тем временем передала в Минюст и Федеральное бюро расследований США материалы по отдельным военным преступлениям России. Об этом в интервью Украинской службе «Голоса Америки» рассказал генеральный прокурор Андрей Костин. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы не только Украина, а Международный уголовный суд, а и другие организации преследовали российских военных преступников. Сейчас у нас есть основная группа более чем из 30 стран, которые обсуждают правовую модальность. Я считаю, что это большой успех, это замечательное изменение философии. Что касается преступления и агрессии, это очень важно, ведь никогда после Нюрнбергского процесса и процессов для Дальнего Востока, то есть после Второй мировой войны, никто на Земле не был привлечен к уголовной ответственности за преступления агрессии. Нам нужно это сделать, потому что многие предыдущие войны заканчивались без ответа, четкого ответа о том, кто был агрессором. Почему была совершена агрессия и понесли ли агрессоры наказание? Мы не имеем права оставить этот вопрос без ответа. Преступления Кремля в Украине уже расследует Федеральная прокуратура Германии. В частности, она изучает материалы дела о расстреле российскими военными мирных жителей Гастомеля Киевской области, где пострадал и гражданин ФРГ. В комментарии немецким изданиям пресс-секретарь прокуратуры отметила, что Берлин поддерживает тесную связь с украинскими правоохранительными структурами, чтобы прояснить все обстоятельства трагедии. Пытки до смерти, изнасилование женщин и похищение детей. Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине представила очередной доклад о военных преступлениях российской армии. Отчет был составлен по итогам работы комиссии в августе и сентябре этого года на деоккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. О жутких зверствах российских солдат смотрите далее. Разные и систематические пытки. В украинских городах и селах Херсонской и Запорожской областей, которые долгое время были в оккупации, военные России изощренно издевались над мирными жителями Украины. Чаще всего оккупанты пытали людей, которых подозревали в сотрудничестве с вооруженными силами Украины, говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Собирая новые доказательства преступлений России в Украине, члены комиссии общались с выжившими пленными, а также со свидетелями зверских издевательств. Пострадавший, подвергавшийся пыткам, электрическим током рассказал. Каждый раз, когда я отвечал, что чего-то не знаю или не помню, меня пытали электрическим током. Я не знаю, как долго это продолжалось. Это казалось вечностью. В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертв. Установить, сколько пыток организовали россияне, пока невозможно, говорят в комиссии, поскольку доступ на оккупированные территории Украины ограничен. Но, по словам одного из членов комиссии, Пабло де Грейфа, таких нарушений очень много. Кроме пыток, в Херсонской области зафиксированы случаи сексуального насилия. Российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов одной семьи держали в соседней комнате. Поэтому они были вынуждены слушать, как совершается насилие. Среди других задокументированных преступлений России, о которых говорится в докладе ООН, атаки с применением оружия взрывного действия на жилые дома, больницы, магазины и другие невоенные объекты. Эти нападения привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры. Устно было заявлено, что комиссия беспокоена утверждениями о геноциде в Украине. Мы продолжаем изучать эти вопросы. И в связи с этим мы также упомянули, что одной из составляющих этого вопроса может быть подстрекательство к геноциду, которое исходит от некоторых российских СМИ. После полномасштабного вторжения России эксперты Международной комиссии ООН более десяти раз ездили в Украину для расследования преступлений российских военнослужащих. По словам экспертов, масштабы и серьезность этих нарушений вызывают глубокую обеспокоенность. Поэтому виновных следует обязательно привлечь к ответственности. Представительство России в Совете ООН по правам человека не согласуется с ее действиями в Украине. Об этом заявили в Государственном департаменте США. Как отметил спикер ведомства Мэтью Миллер, Соединенные Штаты достаточно четко определили свою позицию относительно подхода России к правам человека. Мы видели, как Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко дали понять, что должна быть ответственность за те преступления, которые они совершили. И поэтому, конечно, я считаю, что представительство в органе, который отстаивает права человека, не согласуется с действиями России в Украине. И к другим важным темам дня. Энергетическая отрасль по-прежнему остается основой экономики Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Будущее украинской энергетики». Там он озвучил шесть факторов, которые обеспечивают ее стабильность. Среди них мощная система ПВО, снижение количества ракет у России, ремонт на энергообъектах и, главное, их защита. Также премьер-министр отметил, что Украина реализует проекты защиты энергетической инфраструктуры, которые никто в мире до сих пор не делал. У Украины сегодня гораздо больше систем ПВО. Они более мощные. В прошлом году не было ни Патриот, ни Насамс, ни Айристи, ни Сампти, ни многих других систем. Украинская противовоздушная оборона стала еще более комплексной. Есть боевой опыт. Продолжаем работать. До зимы противовоздушная оборона будет еще сильнее и эффективнее. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. Газ для населения в России подорожает более чем в 11%. Так, Кремль планирует компенсировать убытки «Газпрома», составляющие три четверти от прибыли до начала полномасштабного вторжения в Украину. Ведь после диверсификации российские поставки природного газа в страны Евросоюза сократились на 100 миллиардов кубометров. Детальнее о том, как Европа второй год подряд готовится к зиме без ресурсов из Российской Федерации, расскажет Лариса Зубенко. Готовиться ко второй зиме в условиях полномасштабной войны России против Украины и отказа от поставок газа из Федерации Европа начала заранее. Евросоюз заполнил подземное хранилище в среднем на 95% на два месяца раньше запланированного. Помогла и погода. Прошлая зима была теплой и в запасах оставалось около 25% голубого топлива. 100 миллиардов кубометров, которые накопил ЕС, хватит, чтобы перекрыть треть зимнего спроса, утверждают эксперты. Начало полномасштабной агрессии против Украины. Европейский Союз сократил поставки российского газа где-то на 85%. Ну, даже можно сказать, что не сколько сам Евросоюз, сколько сама Россия, значит, за счет газового шантажа, надеясь, что страны Европейского Союза поддадутся этому шантажу, значит, они сами на себя эти санкции, по сути, наложили. При этом российский газ до сих пор не включен ни в один санкционный пакет Евросоюза. Поэтому говорить о стопроцентном отказе ЕС от российского голубого топлива рано. Изменить систему поставок, которая десятилетиями экспортировала газ из Федерации в Европу, за полтора года войны невозможно, напоминают эксперты. Однако ЕС на пути к полному отказу от российского газа. Контракты, заключенные с Газпромом после их завершения, страны Евросоюза продолжать не намерены. Существуют государства, которые все еще диверсифицируют маршруты, по которым приходит российский природный газ. И есть компании, которые просто не в состоянии отказаться от российских поставок, поскольку это приведет к колоссальным штрафам, которые они должны заплатить. А правительство, безусловно, не в состоянии компенсировать в полном объеме эти потери. Чтобы выиграть газовую войну, развязанную Кремлем, Европа не только строит ЛНЖ-терминалы и внедряет программы по энергосбережению и накоплению энергетики. Российские поставки, вопреки угрозам Москвы, заменили газом из других стран. Это касается Соединенных Штатов Америки. Это ЛНЖ-газ. Вы знаете, что в Германии построено три терминала по приемке сжиженного газа. И в дальнейшем также продолжается строительство новых терминалов, не только в Германии, но и в других странах. Увеличились объемы поставок ЛНЖ из Катара, из стран Северной Африки, из Норвегии. А вот Россия пока что, похоже, переиграла сама себя в газовой войне. Из-за падения цен и отказа от российских ресурсов доходы «Газпрома» снижаются. А заменить европейский рынок федерации нечем. Чтобы перенаправить поставки на Восток, Китай, нужны колоссальные вложения. При этом Украина впервые планирует пройти зиму за счет газа собственной добычи. Об этом заявляют в компании «Нафтогаз». Цена на голубое топливо будет стабильной, обещает руководство «Нафтогаза». Кроме того, в «Нафтогазе» Украины заявили, что запасы топлива, которые компания уже закачала в подземные хранилища, превысили 15 миллиардов кубометров. Этого объема будет достаточно для проведения отопительного сезона. Как отметили в компании, газогранилища заполнены раньше срока. Бойцы ВСУ уже деоккупировали значительную часть территорий, ранее захваченных российскими оккупантами. И сейчас там проводится разминирование. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, выступая на «Демайн Украин форум». Министр отметил, что на сегодня разминирована лишь десятая часть сельхозугодий и подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты. Нельзя сравнить, например, один квадратный километр в Черниговской области и Запорожской области. Но на сегодняшний день максимально. А всей технике, которая передавалась в Украину нашими международными партнерами, известно, где она работает, где она ремонтируется. Мы можем четко указать, где находится, какой взрывотехнический расчет. И можем показать на карте, что происходит на сегодняшний день. Восстановление инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону, международное сотрудничество и обеспечение учебного процесса. Такие вопросы обсудили на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины. В этот раз он состоялся в Днепре. В мероприятии приняли участие руководители военных администраций Днепропетровской области и большое количество онлайн-гостей. Подключились представители небольших городов региона. Также обсудили обеспечение водой населенных пунктов, которые после подрыва Каховской ГЭС остались без водоснабжения. А также работу аграриев в условиях войны. На сегодня только в Днепропетровской области необходимо разминировать около 7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Осталась часть территории, которую мы не можем сегодня физически разминировать, из-за того, что враг находится достаточно близко. Эта территория находится под постоянным артиллерийским поражением. Но я вас уверяю, как только наши вооруженные силы, а мы уверены в нашей победе, оттолкнут российского оккупанта, мы сделаем это достаточно быстро. Как мы сделали с той территории, которую мы уже разминировали. И даже в этом году уже засеяли. И на ее части уже собрали урожай. Воспользовалась возможностью государственной программы Е-работа и открыла клинику семейной медицины. Анастасия «Спасибо!», так зовут врача, в начале полномасштабного вторжения России в Украину выехала из оккупированного Волчанска во Львов. При этом связи со своими пациентами поддерживала. Спустя год вернулась в Харьков и подала документы на получение гранта. Заявку одобрили. Для работы в клинике семейной медицины Анастасия пригласила свою команду из Волчанска. Подробнее расскажет Наталья Белокудри. Несколько кадров видео и фотографии. Все, что сохранилось у врача семейной практики Анастасии «Спасибо!», как память о ее клинике в родном Волчанске. С первых дней полномасштабного вторжения России город был оккупирован. Супруга Анастасии ушел на фронт фельдшером, а она эвакуировалась во Львов. Клинику и ее филиалы российские войска разрушили. Поэтому спустя год, приехав в Харьков, Анастасия решила начать все заново. Деньги на открытие клиники семейной медицины получила при помощи гранта от правительственной программы «Е-Робота». Ее проект стал одним из первых финалистов в Харькове. Фадима, я покажу вам клинику. Идем, я покажу вам клинику. У нас есть два кабинета, где принимают семейные врачи, педиатры. За счет грантовых средств нам удалось создать зону рецепции. И она еще в процессе обустройства. Мы купили мебель, эти диванчики, ожидаем большой ресепшн, который будет удобен для людей с инвалидностью. Часть оборудования в новой клинике удалось вывести из деоккупированного Волчанска. Часть приобрели заполученные грантовые средства. Всего на реализацию проекта от государства Анастасия получила 500 тысяч гривен. Дефибриллятор – это один из пунктов обязательной помощи при внезапной остановке сердца. И мы можем восстановить ритм и спасти человека. Раньше не могла приобрести, потому что он довольно дорого стоит – около 50 тысяч гривен. А за грантовые средства это удалось сделать. Персонал клиники коллеги Анастасии из Волчанска. 28-летняя Алина до полномасштабного вторжения работала медсестрой. После того, как территорию освободила украинская армия, Анастасии позвонили из Харькова с предложением выйти на работу. Сказала, что она нашла помещение, что уже можно выбираться и что мы будем налаживать наше дело. Мне все нравится, я занимаюсь любимым делом в любимом коллективе. Большая часть пациентов – переселенцы из Волчанска. Говорят, несмотря на полномасштабную войну, не хотели менять семейных врачей и продолжали консультироваться с ними, даже находясь в эвакуации. Каждый день летит и летит. А у нас здесь семейный врач. Мы позвонили, и она сказала, что здесь работает. Приходите. Мы и пришли. Государственная программа «Е-Работа» стала доступна для жителей Харьковской области с апреля этого года. За шесть месяцев областной центр занятости, который курирует программу, рассмотрел более 400 заявок на получение микрогрантов. Причем количество заявок ежемесячно растет. В течение только сентября месяца у нас уже 100 заявок на получение микрогрантов на эту программу. То есть люди узнают об этой программе и активно подают свои заявки. Отмечу, что она очень популярна среди различных категорий бизнеса – и малого бизнеса, и среднего. И я надеюсь, что до конца года мы выйдем уже на тысячу заявок и на реальное получение микрогрантов на развитие или создание собственного бизнеса. На данный момент в области в рамках программы «Е-Работа» одобрены проекты на сумму 25 миллионов гривен, сообщили в Харьковском областном центре занятости. Более 14 миллионов гривен уже получили 60 жителей Харьковой области на развитие своего бизнеса. Болгарские военные провели учения с шестью партнерами НАТО, чтобы скоординировать совместную работу в будущем. Маневры включали отражение артиллерийской атаки и эвакуацию раненых. Адмирал Стюарт Мунш, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, сообщил, что это помогло союзникам лучше понять условия местность Болгарии на случай, если им придется защищать ее от нападения. Кроме болгарских военных, в учениях были задействованы личный состав и техника США, Италии, Греции, а также Албании, Северной Македонии и Черногории. Альянс наиболее сильный, когда мы действуем вместе как одна команда. Это учение объединяет семь союзников по НАТО, чтобы лучше понять критические аспекты местности здесь, в Болгарии, и гарантировать, что мы будем готовы действовать вместе и при необходимости проводить оборонительные операции. Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты адаптируются к американскому истребителю F-16 с помощью симулятора. Летчики изучают кабину самолета в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии на территории Украины в составе пары, звена и эскадрильи, находясь при этом в разных регионах страны. Имея такой опыт на симуляторах, украинские пилоты смогут быстрее пройти подготовку на реальных F-16. Более 4,5 тысяч российских танков были уничтожены в Украине с начала полномасштабного вторжения. Часть этой заслуги принадлежит расчетам противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». В отличие от России, которая лишь переделывает советские образцы ПТРК, Украина сама разработала современное оружие, которое эффективно влияет на ход войны. В чем преимущество нашей «Стугны» смотрите далее. Вот она «Стугна-П», комплекс, на котором работают эти украинские бойцы, уничтожая машины российских оккупантов. Сам комплекс «Стугна-П» предназначен в первую очередь для уничтожения высокобронированной техники, легкобронированной техники. А также есть заряды осколочно-фугасные. Можно работать по скоплениям личного состава. Артем, главный сержант взвода ПТРК Мродом из Херсона, участвовал в АТОМ, вернулся на войну в начале полномасштабного вторжения. Человек, который приходит из гражданской жизни, он учится всему. Ничего страшного, бояться это нормально, мы все боимся. В каждый выход присутствует определенный страх, но на войне убивает не страх, а паника. А страх помогает выжить. Тем не менее, о безопасности здесь думают в первую очередь. Большой плюс этого комплекса, что оператор находится в укрытии. Если это подготовленная позиция, то формируем какой-то окоп. Если дружеские подразделения приглашают нас на работу, то мы можем разместить оператора в блиндаже. Это очень облегчает работу. Психологически даже оператору легче. С Тугна-П, украинская противотанковая система, солдаты уверяют, что она имеет преимущество. Ведь россияне переделывают еще старые образцы, советские. Данный комплекс работает на 5,5 километров. Один из наших расчетов недавно на Донбассе поставил рекорд. Осколочным зарядом поразили технику на расстоянии 5 километров 300 метров. Этот комплекс действительно не любят российские оккупанты. Уж очень много неприятностей он им доставляет. Но противник понемногу учится с ним бороться. Так что украинцам приходится каждый раз беречь ПТРК. Обязательно нужно делать анализ. Потому что враг также у нас учится. И если мы не будем меняться, будем работать шаблонно, то враг сможет просчитать наши действия. Поэтому мы анализируем и стараемся работать не шаблонно. Именно такое мышление, как показала война, позволило нам быть там, где мы есть на этом этапе. Бойцы признаются, ПТРК «Стугна-П» в очередной раз доказывает, что в Украине могут разрабатывать и производить оружие высокого качества. ПТРК «Стугна-П»